приветствую вас на своем канале сегодня мы сделаем с вами вот такую простую розу такая роза делается из ленты 5 сантиметровой широкой ленты можно взять 6 сантиметровый 4 сантиметровый чтобы вы когда согнули ленту нужно нам будет ее с вами сгибать чтобы получилась вот такая вот она объемная плотная еще нам для этого понадобится для листьев я тоже взяла широкую зеленую ленту 5 сантиметровую также нужно нам будет сами нитка розовая для цветка и зеленая для листьев наших иголка швейной мы с вами будем иголкой пользоваться иголка для вышивки лентами нам пригодится зажигалка ножницы да и в принципе все и для начала мы с вами начнем делать цветок и цветок нам для чего нам единственно понадобится иголка для вышивки лентами это чтобы нам вставить ленту в работу то есть мы сгибаем с вами ленту в два сложения вы решите какого давайте этот цветок сделаем мы с вами этот цветок на свете блестящий он у нас атласный этот глянцевой стороны наверх а мы сейчас делаем с вами матовой стороны наверх то есть мы с вами тогда сложим вот видите блестящей стороны вовнутрь у нас будет с вами немножко другой цветочек мы с вами продеваем ленту в иголку не переживайте если она вас не влезет до конца ничего страшного нам нужно с вами просто куда-то ее наметить и мы с вами выбираем место где мы с вами будем делать наш цветочек и вот крутить нам надо с вами иголочку крутить если у вас не получается то можете воспользоваться шилом таких очень случаях хорошо помогает шилом продеть нашу ленту и больше нам иголочка это с вами не понадобится мы с вами уберем здесь давайте сразу с вами ленту нашу закрепим у меня это лен и поэтому я могу обжечь край край обжечь и по таким вот образом припаять к работе если у вас какая-то другая ткань то вы просто опаливаете край и пришиваете аккуратненько ваш ваш краешек ленты в ткани и теперь мы с вами берем иглу швейную с ниткой в цвет нашего цветка в цвет нашей ленты мы будем с вами ленту укладывать то есть вы пока ленту от основного ткани отрезайте пусть она у вас будет это вы будете как бы контролировать если вы хотите пышный цветок значит у вас будет больше ленты если хотите на менее пышный цветок значит у вас уйдет поменьше ленты и будет похож способ мы с вами крутили розы которые на руках и пришивали вот но это у нас роза будет на ткани ее можно сделать на небольшом кусочке ткани и потом допустим куда-то пришивать на блузку ее можно будет потом отпарывать и блузку соответственно стирать и вот мы с вами теперь будем вот таким вот образом закручивать ленту и выкладывать наш наш цветок мы будем выкладывать с вами по кругу и для того чтобы он у нас с вами держался достаточно крепко мы с вами будем его вот этой вот иголочка с ниткой прошивать то есть вы сделали два три таких вот загиба и пришили чтобы он у вас плотно держался я обычно оставляю с изнанки или вот так вот можно приколоть чтобы не мешал иголочка и еще будем делать пару виточков то есть здесь чем хорошо вы укладываете ленту как вам нравится какой пышности вы хотите цветок и так будем с вами делать по кругу цветок очень простой подойдет для начинающих мастериц который хотят попробовать вышивку лентами но еще побаиваются очень красиво и достаточно просто то есть просто крутите ленточку и подхватываете ее видите что у вас тут где-то пустота значит там мы с вами возьмем побольше эти этот цветок у нас с вами получается матовый потому что мы с вами загнули глянцевой стороной вовнутрь если вы хотите кто-то просто принципиально я знаю мне знакомый мастерица который вообще не любит чтоб цветы были блестящие и они всегда делают матовыми их то есть как бы все одно ваш вкус кто-то любит только матовый кто-то любит только блестящие можете комбинировать и вот так вот с вами будем по кругу наш цветочек и делать такой цветок занимает наверное от силы минут десять со всеми подготовками со всеми листьями так что можно допустим украсить свою какую-то надоевшую блузочку и пойти нарядной в гости и вот так вот мы с вами загибаем тоже сделаем его достаточно пышный как и второй наш цветок вот допустим вот так нам хватит и смотрите есть два варианта вы можете убрать край ленты вовнутрь также вставив его в иголку и убрав его вовнутрь и там также его обработать и припаять можете просто его отрезать обработать край и пришить то есть как вы как вам удобно вот можно отрезать его край обязательно обработать зажигалкой чтобы он у нас с вами не завоснился не за не рассыпался да и просто туда внизу мы с вами его и пришьем видите вот там вот у нас он с вами спрятался его и не видно то есть принципе у нас с вами получается работа такая который не имеет видите особой изнанки то есть только ниточки и начало ленты при том что вы это начало ленты также можете не убирать вовнутрь а просто начать розу крутить уже с лицевой стороны и смотрите я сейчас покажу вам как делать листья для такой розы именно для такой розы а вообще у меня такие листья сделаны в моей картине которые я выкладывала в группе вконтакте и у меня девочки спрашивали как это делается 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 очень просто отрезайте необходимую длину ну вот примерно где-то 6 7 сантиметров 6 7 не делать его квадратным то есть где-то 6 7 сантиметров мы с вами отрезаем лист вот потом вы вырезаете вот такую форму листа то есть обычно вот наверху он у меня заостренный а к низу мне такой немножко широкий мы с вами сделаем в один и смотрите значит зажигалка понадобится мы с вами краешек так вот про плавим и вот так пальчиками его прокрутим еще раз проплавим прокрутим так два раза этот просто закрыли и также с этой стороны проплавили подкрутили направили подкрутили это надо делать сразу чтобы пока ленточка у вас теплая и дальше мы сделаем с вами прожилка который у нас середине то есть вы прогреваете и пальчиками продавливать прогреваете продавливать вот так видите получили среднюю жилку и теперь сделаем с вами по диагонали то есть мы с вами по диагонали загнем который она также прогрели пальчиками не бойтесь лента здесь не горячая получается потому что мы с вами проводим достаточно быстро и вы пальцы свои не повредите вот так видите получились у нас с вами жилки и также с этой стороны тоже чтобы жилки смотрели по диагонали вверх листа вот не переживайте все не получится с первого раза все приходит с опытом вот получили с вами вот такой красивый лист раз нас цветок на изнанке давайте тогда надо было делать не изнанку ладно мы сделаем тогда с вами вот так и для этого нам как раз понадобится сами гол как цвет цветка зеленая и мы с вами его просто пришьем также поддались под нашим цветком пришлите необходимое количество листьев вы можете листья сделать любым способом который вы знаете который вы хотите но мне просто хотелось показать именно этот этот способ потому что у меня про него спрашивали так узелок мой не завязался так и мы просто с вами пришиваем в том месте давайте с этой стороны пришьем вот так под нашей лентой вот так вот отогнем и пришьем можете пришить не только у основания но и у края цветка чтобы он у вас сильно так не трепыхался смотря где вы планируете использовать данную композицию если это какое-то украшение на блузке то в принципе ничего страшного если это какая-то сумка то рекомендую вам этот хвостик тоже пришить чтобы она вас ни за что не задевал и нитку мы также с вами закрепляем и вот мы закончили с вами сзади ниточку отрезали обязательно проверьте что все краешки ленты вы обработали чтобы вас не сыпалось вот это вот ничего и получили вот такие красивые розы которые делаются достаточно быстро минут 8 10 вам понадобится и если вы впервые подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы если вы проживаете на территории нашей страны подписывайтесь на меня вконтакте мы там общаемся хвастаемся своими работами группа достаточно молодая поэтому буду рада вас 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 там видите отвечать на ваши вопросы и буду рада вас видеть в следующих своих видео всем удачи всем пока